Давление пара в котле 12 атмосфер. С какой силой давит пар на днище котла, если его площадь 1,5 квадратных метров? Итак, давление пара в котле 12 атмосфер равно 1,5 квадратных метров. Прошивается какой силы? Итак, давление равно сила, деленная на площадь. Давление нам известно. Мы можем сразу определить, чему метр на север. Как равно P умножить на S. Ну вот в условии нам указано несистемное значение такое 12 атмосфер. Есть в соответствующей литературе, чему 1 атмосфера равна до 10,5 степени Паскалей. Ну давайте покажем, почему именно 1 атмосфера равна такому значению. Посчитаем это все. Обычно 1 атмосфера это 760 мм ртутного столба. Вот как сейчас вот это значение атмосферы, вот эти мм ртутного столба, давайте свяжем со значением Паскалей. Сначала посмотрим справочник. Вот мы с ртути запишем. Будет равна 13600 кг на метр кубический. Как мы переведем вот это значение 760 мм ртути? Наше давление, которое ньютон на метры квадратные. Представим себе, что у нас есть столб ртутный высотой 760 мм. Определим это как H. H равно 760 мм. Естественно, какая там есть площадь этого столба. И тогда давление вот это будет равно чем сила, либо вес этого столба делить на площадь. Как обычно, F мы делим на S. А F в этом случае будет ничто иное, как вес вот этого столба ртути. F будет равно M ртути умножить на G. Что собой представляет масса ртути? Масса ртути это объем умножить на плотность ртути. Дальше что? Чему равен объем? Объем не равен. Это площадь основания умножить на высоту ртути. Мы можем посчитать, ему будет равен вес. Итак, в этом случае F равен объем ртути. S умножить на H умножить на R в ртути и умножить на G. Получили именно вес вот этого столба ртути. Не все здесь известно. Известна высота, известна плотность, известна G. А S неизвестно. А S-то нам может быть и не понадобится. Почему? Потому что давление равно чем F деленное на S. Вот теперь мы подставим вот это все значение в эту форму. Ну и что мы получаем? Вместо S умножить на H умножить на R в ртути и умножить на G делить на S. S это сократили. Мы получаем H умножить на R в ртути и умножить на G. Давление одной атмосферы, скажем так, одной атмосферы, будет равна вот этому значению. Высоте 760 мм умножить на R умножить на G. Ну теперь давайте посмотрим, что у нас здесь получится. Какое мы получим давление именно высотой 760 мм вот этого ртутного столба? Переписываем, что атмосфера будет равна. Записываем H это 760 мм. Так и запишем. Умножить вот на это значение громадное 13600 кг на метр кубический. И умножить на G. G равно 9,8 м на секунду в квадрате. Умножить на 9,8 м на секунду в квадрате. Будет равно. Давайте теперь посчитаем. Смотри, получается килограмм метр на секунду в квадрате. Это не что-либо, как ньютон. И если бы были метры, мы бы один метр сократили, мы бы получили тут метр и квадрат. То, что надо было. Ньютон деленный на метр и квадрат. Значит, миллиметры можно преобразовать в что? В метры. Как мы это делаем? Преобразовать. И вот так. Один метр имеет тысячу миллиметров. Значит, чтобы получить один миллиметр, нам нужно метр поделить на тысячу. И вместо вот этого одного миллиметра, вот здесь, подставим вот это его значение. ПА будет равно 760 метр делить на тысячу. Умножить на 136 на 0 килограмм на метр кубический. Умножить на 9,8 метра на секунду в квадрате. Смотрите, два нолика здесь и один нолик здесь. Мы можем эту тысячу убрать. Раз, два, три. Получается 76. Здесь 136 и 9,8. Вот такое значение. Теперь дальше. Метры и метры кубические. Одни вот эти метры уберем. А здесь будет, что у нас останется? Метры и квадраты. Получилось вот такое выражение. 76 умножить на 136 умножить на 9,8. Здесь есть килограмм на метр на секунду в квадрате. Ньютоны делить на метры и квадрат. Получаем вот такое значение. Если мы это делаем все перемножим. 1,01, 292. Ньютон деленный на метр и квадрат. Но это уже ближе. Ньютон на метр и квадрат не что иное, как Паскаль. Мы перевели вот это значение с 760 миллиметров ртутного столба в давлении непосредственно, которое нам уже ньютоны и метры квадраты. Либо Паскаль. Можем записать это на 1,01, 292 Паскаль. Теперь можно посчитать, какое же у нас будет давление. Вот у нас давление. Сила, которая мы знаем, какое теперь уже у нас 12 атмосфер. Одна атмосфера у нас получается вот такое значение. Это просто надо умножить на 12. Но обычно в температуре есть подсчет. И считается, что одна атмосфера это просто 10 в пятой Паскаль. Приблизительно она так и получается. Если взять, округлить, это будет 10 в пятой Паскаль. Поэтому давайте посчитаем, как будет действовать сила. F равно давление 12 атмосфер. 12 умножить на 10 в пятой Паскаль. Или ньютон на метр квадрат. Умножить на 1,5 метра квадрата. Смотрите, метр квадрат. Возвращайтесь, что мы получили ньютоны. Мы получаем 18 на 10 в пятой ньютон. 1,8 на 10 в шестой ньютон. Или 1,8 в десятых. Написано. Мега. Давление F равно 1,8 мега ньютон. В данной задаче привели перевод вот этих значений ртутного столба, который очень часто применяется, когда определяет давление атмосферы 760 миллилитров ртутного столба. Чего он будет равен тех данных, которые мы знаем. в Паскале, либо в ньютон на метр квадрат. Вот так мы это все рассчитали.